Дмитрий Гудков, российские оппозиционные политики и общественные деятели, подключается к нашему эфиру. Дмитрий Геннадьевич, приветствуем. Здравствуйте, Дмитрий. Да, приветствую вас. Рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, насколько вы оцениваете влияние создания этих новых ЧВК? Не ходят ли они все под Кремлем? Не являются ли они одной сеткой по принципу разделяя и властвуй? Как вы вообще оцениваете появление этих наследников Пригожина в таком количестве? Да и у кого на сегодняшний день, кроме Пригожина, есть собственные частные военные компании? Ну, очевидно, самая первая такая частная армия появилась у господина Кадырова. Формально это, конечно, органы, сотрудники силовых структур и правоохранительных органов, но они подчиняются им. То есть, как бы он главный вассал, так сказать. Дальше это Пригожин, ЧВК Вагнер. И сейчас вот все крупные компании, это Газпром, всякие там Роснефти, которые пытаются создать подобные структуры, декларируют, что это нужно для защиты, значит, месторождений от всяких там покушений, нападений и прочее, прочее. Но я думаю, что все равно сегодня российский эстеблишмент, возьмем, назовем это так, конечно, думает о том, какие возможные сценарии будущего. И, конечно же, один из сценариев это точно либо смена власти, либо какой-то транзит, либо какие-то перемены, которые могут быть, значит, вызваны военным поражением и так далее. И, конечно, все сейчас пытаются, но как-то себя застраховать на будущее, потому что это люди, у которых большие состояния, и, конечно, они не хотели бы их потерять. Поэтому в случае смены власти, в случае ослабления режима Путина, конечно же, большую роль будут играть, будет играть вообще силовой фактор. У кого будет сила, у кого будет вот эта частная армия, тот, естественно, будет иметь большее влияние, потому что в случае ослабления режима роль всех государственных институций, всех государственных служб и так далее, она, естественно, будет очень сильно отличаться и будет очень невелика в этот период. Поэтому они все на всякий случай, конечно же, готовятся к самому худшему сценарию. И ровно поэтому сейчас, я знаю, идут дискуссии в российском истеблишменте о том, с кем можно блокироваться, кто может быть потенциальным претендентом на трон, кто может претендовать, например, на поддержку тех или иных частных армий и так далее. То есть этот процесс, конечно же, идет. Он не публичен. Найти какие-то, так сказать, подтверждения публичные этому процессу крайне сложно. Но на месте любого человека, которым есть что терять, я бы, наверное, делал то же самое. А другие ЧВК, они так же, как ЧВК Вагнер, в бой рваться особо не будут? Я правильно понимаю? Они ведь не для этого создавались? Ну, ЧВК Вагнер, безусловно, структура, которая принимает участие в войне. И, собственно, там она решает две задачи. Первая задача – это для того, чтобы закрыть фронт вот этим пушечным мясом. Вторая задача – это все-таки, как это, я думаю, спланировали в Кремле, избавление от ненужных людей. То есть освобождение тюрем и избавление от людей, которые все равно, которых власть опасается, поскольку это люди с криминальным прошлым, это люди, которые сидят там много лет за разные преступления. То есть в случае чего, в случае выхода на свободу, неизвестно, как они себя поведут. Поэтому это вот такое избавление, освобождение мест в тюрьме, потому что власть готовится, конечно же, к репрессиям, и она прекрасно понимает, что в случае, если вдруг необходимо будет перейти к массовым репрессиям, то либо надо тюрьму строить, либо освобождать места. И с учетом того, что по разным данным, десятки тысяч точно зэков и заключенных погибло уже, и эти все места освободились. Для кого они освободились? Ну, очевидно, что власть в какой-то момент может эти места заполнить своими врагами, оппонентами и прочее, прочее. Поэтому ЧВК Вагнер имеет вот здесь несколько целей, которые Пригожин, видимо, ставит. Не только Пригожин, и Кремль, я думаю, ставит в лице Путина. Все остальные, конечно же, создают не для войны. Они создают для себя на будущее. Они создают пока это формально для защиты своих предприятий. Но когда у тебя есть какое-то количество людей под ружьем, вооруженные, обученные, то очевидно, что в момент, когда будет новый передел власти, то все эти силовые факторы будут иметь такое очень серьезное значение. Дмитрий, под Москвой упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки. Об этом вот совсем недавно сообщили российские СМИ, телеграм-канал «База». Есть такой коллаборант из Запорожья, Владимир Рогов, об этом написал. Значит, вот буквально обнаружила его одна из жительниц в лесном массиве, недалеко от города Ногинск. Скажите, что происходит там? Беспилотник выглядит, честно говоря, довольно странно. Мы не понимаем, кто его запускал, и никаких данных об этом нет. Понятно, что пропаганда потом может заявить о том, что это Украина, естественно. Как вы думаете, вот слишком часто что-то летает, и все ближе к Москве? Это какое-то психологическое, политическое воздействие вообще производит? Ну, смотрите. Во-первых, здесь уже мем появился в интернете после того, как в Белгородской области сами же уронили бомбу, да, и чуть ли там не две. И мем такой, что мы, конечно, знали, что Путин готов, значит, бомбить Воронеж. Да, помните такой мем знаменитый, когда вместо того, чтобы пытаться как-то отвечать на какие-то санкции, санкционную политику, Кремль всегда усиливал репрессии внутри страны. Так и родился мем, что они готовы даже бомбить Воронеж в ответ. Но никто не думал, что так буквально. Это говорит о том, в каком состоянии вообще находится российская армия. Если какие-то беспилотники или какие-то там происшествия происходят уже на территории России, то есть говорит о том, что, значит, граница ненадежно защищена, да, то есть это серьезные проблемы, может быть, логистические, может быть, организационные и так далее. То есть мы видим, что таких случаев становится все больше и больше. Или проникновение на территорию России, я имею в виду ту, которая считалась даже в рамках международного права территории России, каких-то людей с оружием. Это тоже все говорит о том, что российская армия на самом деле сегодня находится в ужасном просто состоянии. Вот по поводу беспилотника у меня просто нету никакой информации. Вот сейчас тоже от вас это узнал. Что это может быть? Но в любом случае, если этот беспилотник находится на территории, пролетает на территории, которая якобы там должна контролироваться российскими ПВО или российской армией, или там белорусской армией, значит, с этим серьезные проблемы. А как... Смотрите, Дмитрий, хочется спросить про политическое воздействие. То есть ведь действительно всегда Путин утверждал, что война происходит где-то там, иначе она могла бы происходить на территории Российской Федерации. И вот, да, постоянно летающие беспилотники уже там про те выпущенные бомбы на Белгород самими Су-34, я молчу. Вот скажите, оно несет какое-то психологические или политические последствия вот такие действия, или нет? Или, ну, как бы все замнут? Ну, конечно, несет, безусловно, но просто не на всей территории России, да. Россия просто настолько огромная, что один регион может даже не знать, где находится другой, да. У меня даже как-то я в Твиттере когда-то спрашивал, Кызыл наш? После того, как все кричали, Крым наш. И даже многие говорят, не, не наш. Хотя, как бы, понятно, где он находится на территории России, там, республика Тывай, ну, очевидно, что в приграничных территориях, там где-то все происходит, там это воспринимается очень близко к сердцу, конечно. И люди прекрасно понимают, что война потихонечку уже приходит на территории, где они проживают, да. И они, конечно, естественно, с большой тревогой воспринимают подобные новости. И это, конечно, меняет их восприятие второй армии, в кавычках, второй армии мира, да. То есть, если сначала все верили в то, что там эта армия может дойти и до Лондона, и до Берлина, и куда угодно, сейчас все прекрасно понимают, что с этим большие проблемы. Но если мы берем там Москву, Петербург, и там еще территории регионы, которые находятся вдали от границ с Украиной, то, конечно, там это несколько по-другому воспринимается. Хотя, конечно, те люди, которые пользуются интернетом, знают, как использовать VPN, конечно, за этим внимательно следят и прекрасно понимают, что, ну, как-то дело движется к какой-то развязке и не самое приятное для граждан России. Да, вот некоторые граждане России, которых можно назвать элита, уже, судя по данным Главного управления разведки и Министерства обороны Украины, ищут себе гарантии безопасности. Причем тут интересно, я процитирую представителя ГУР МУ Украины, Андрея Юсова, он сказал следующее. Ищут выходы, безусловно, и не только с Украины. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, является достаточно широкой. О каких в данном случае гарантиях безопасности может идти речь, как вы считаете или знаете наверняка, и насколько масштабным являются вот эти вот поиски гарантии безопасности на данном этапе среди российских элит? Ну, я думаю, что те люди, которые непосредственно принимали участие начать войну, да, те люди, которые совершали военные преступления, никакие гарантии получить не могут. Да, есть какой-то другой круг, ну, не путинская клика, а люди, которые, ну, особенно если мы берем представителей бизнеса, которых, я понимаю, что, может быть, это не популярное мнение в Украине, но большинство это люди, оказавшиеся в заложниках, которые никак не могут сегодня повлиять на политические решения. Если что, какая-то часть элит, управленцев, которые, конечно же, никакой войны не хотели, даже не были готовы, даже не были проинформированы, которые, конечно, думают, а как получить какие-то гарантии безопасности или безопасности своих активов в случае перехода на сторону добра. Вот, конечно, там, с моей точки зрения, это нужно было давно сделать, но так это, к сожалению, в жизни не происходит. Вот, какие гарантии могут быть? Если мы говорим про бизнес, то, на мой взгляд, было бы правильно под руководством Украины вместе, там, с Европейским Союзом, американцами, было бы правильно сделать все для того, чтобы бизнес, российский бизнес, да, и не только бизнес, и граждане, выводили как можно быстрее деньги из России в другие юрисдикции. Потому что чем меньше денег будет в России, тем меньше денег будет тратиться на войну. Мне это понятно, да, и сейчас многие этого не делают, потому что боятся, что попадут под санкции, или боятся, что у них там банковские счета арестуют. Ну вот, я просто знаю многих людей, которые там против войны, активисты продают, например, свои квартиры, не могут вывести деньги, да, потому что есть вообще запрет, там, в Европе размещать на банковском счете больше 100 тысяч долларов. Вот, в этом проблема. Мне кажется, было бы правильно, наоборот, мотивировать выводить, выводить, выводить деньги, чтобы их меньше осталось внутри страны. Вот, и, конечно, люди будут выводить, только когда они получат хоть какие-то гарантии безопасности, что их деньги, ну, не будут там арестованы, заморожены, и так далее. Вот, я бы в этом направлении думал, и это бы, мне кажется, могло бы как-то поспособствовать тому, чтобы денег у Путина на войну было меньше, вот, и даже Украина могла бы какую-то часть денег, особенно там, если мы говорим про бизнес, получить на какие-то свои цели. Спасибо вам огромное, Дмитрий Геннадьевич, за то, что разъяснили эту ситуацию. Будем следить, так сказать, за сообщениями, и спасибо вам за включение. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик и общественный деятель, был в эфире канала Freedom.